Привет! Как дела? Итак, я продолжаю рассказ про наше с мамой шотландское путешествие и сегодня про город Инвернес. Инвернес, что в переводе означает «устье реки Несс», это портовый город, который находится на побережье Северного моря, на севере Шотландии. Город является административным центром Highland и в 2018 году его население составляло почти 70 тысяч человек. То есть это такой небольшой шотландский городок, который, кстати, несмотря на многовековую историю, по-моему, более полутора тысяч лет существует этот город, городом стал только в 2000 году, когда получил статус с названием «Сити». Город находится в 130 километрах от Абердино, в котором мы как раз-таки ночевали в отеле, и на утро мы решили сесть в поезд и поехать в Инвернес. Поезд прибыл на станцию всего в составе двух вагонов, и это не редкость. Такие поезда, иногда даже состоящие из одного вагона, часто курсируют между городами, которые находятся недалеко друг от друга, и путешествие, в принципе, длится недолго, мы не помню, сколько ехали. И когда мы подъезжали к Инвернесу, мы ехали по такому огромному длинному мосту через реку, как раз-таки эту реку под названием Несс, о которой я еще тоже буду рассказывать. Очень красивый такой мост, я даже поснимала его из поезда, потому что, несмотря на то, что мы его проезжали, он был такой изогнутый, его было видно в окно, и прямо так... Ну, мне кажется, это является одной из достопримечательностей Инвернеса, и оно стоит того, чтобы посмотреть на этот мост. А так, когда мы прибыли в город, мы вышли на главную центральную площадь, на которой стояла статуя юникорна, то есть единорога. Это один из символов Шотландии, который встречается довольно-таки часто и на гербах, не только Шотландии, но и Великобритании, и в виде статуи и памятников. А также это мистическое животное сейчас пользуется огромной популярностью среди английских девочек. Ну, я думаю, и в России тоже уже единороги стали очень популярными игрушками. Так как это было воскресенье, все музеи были закрыты, и мы просто решили прогуляться по городу. Погода была неясная, иногда накрапывал дождик, но мы двинулись вперед. Изначально мы увидели кассл, то есть замок. Замок, конечно, смотрелся очень по-современному, достаточно новый. Он был построен на холме, где в 12 веке стоял настоящий замок. А этот замок был построен в качестве здания суда и тюрьмы в 1830-40-х годах. Сейчас в этом замке по-прежнему находится здание суда. И мы просто прошлись мимо него, пофотографировали, посмотрели, поизучали, посчитали все башенки. И вот с этого холма мне очень понравился вид на горы, которые были покрыты туманом. И я увидела такую картину, прямо живописная такая картина, которой, кстати, очень славится Инвернес. Там поверху тумана торчали только верхушки елей. И это было так красиво. Я даже камеру туда поближе так придвинула, чтобы рассмотреть, что это такое. Потому что я сначала не поняла, что-то там буквально на небе у них вырисовывается. Поэтому я решила рассмотреть, оказалось, это ели. И вот такой вот живописный вид вам показываю. Меня он очень сильно впечатлил и как-то художественно вдохновил, что ли. Потом мы спустились к реке Несс. Река Несс, мы до сих пор с мамой ее вспоминаем. Она очень быстрая, стремительная река, но изумительно чистая. И практически дно видно. То есть, ну я не знаю, может быть, это нам так повезло, но просто прозрачная вода. Знаете, такая как ключевая вода, прямо чистая-чистая. Я даже попыталась потрогать, но мама сказала, не лезь, а то еще и упадешь, не дай бог. В общем, прямо притягивает так. Река Несс выходит из знаменитого озера Лох-Несс. И как раз таки, чем оно знаменито, это вот этим вот мифическим персонажем, лох-Нессским чудовищем. До озера Лох-Несс мы не поехали. Туда ходят различные экскурсии. Но так как была зима, нам путешествовать по природе, по каким-то горам, лесам, полям было не с руки. Поэтому мы в тот раз не поехали на Лох-Несское чудовище смотреть. Инвернесс – это самая северная точка северо-востока Шотландии. И мы решили вот доехать до него. А на Лох-Несское озеро, может быть, когда-нибудь еще и побываем, может быть, когда-то съездим. И, естественно, я вам покажу и расскажу. Затем мы прошлись вдоль этой шикарной реки, посмотрели на противоположный берег. Там стояли различные старинные здания. Но на тот берег мы поначалу решили не ходить, потому что мост был очень далеко. Чтобы на него перейти через эту речку, надо было пересечь мост. Мы думали, может быть, еще что-то по городу с этой стороны поищем, посмотрим. В итоге мы нашли какую-то церковушку недалеко от железнодорожной станции и от этого замка. Там очень долго посидели, по-моему, даже чай попили, порассматривали старинные могилы, почитали, кто там похоронен. Очень даже интересно было так. Знаете, у нас же нету таких вот прямо старинных-старинных, там, 18-го, 17-го века, может быть, даже 15-го надгробий. Поэтому, не знаю, меня всегда привлекает почему-то так вот иногда просто сесть где-то на кладбище. Оно успокаивает что ли как-то. И смотреть вот на эти вот старинные могилы и представлять, что тут какие-то средневековые люди похоронены. Было интересно. Ну, так как, видимо, делать было нечего. Как-то мы поехали под Новый год и все уже было закрыто. Мы просто вот так вот гуляли. Потом все-таки дошли до моста, решили перейти через этот мост, посмотреть на противоположную часть города. Но, насколько я помню, мы не дошли до противоположной части. Мы где-то на середине моста уже остановились. Там, кстати, еще такой шикарный вид открывался на горы. Я тоже пофотографировала. Почему мы остановились? Потому что у нас уже должен был быть скоро поезд. И мы решили, мы сейчас пойдем на ту сторону, где-нибудь там, не дай бог, заблудимся. А у нас вот-вот поезд. И, ну, как вот-вот там, через час, через два. В общем, боялись заблудиться. И так как всего лишь один мост, мы боялись к нему не выйти и не перейти через речку и не успеть на поезд. Поэтому туда мы не пошли. Но зато вернулись обратно и немножечко погуляли по Хай-стрит. Там, кстати, мне очень понравились современные дома. Вот как выглядят шотландские современные дома в городе Инвернес. Потом также мы посетили шоппинг-центр. Ну, там что-то, может быть, покушать купили. Честно говоря, не помню. Помню, что мы заходили в него. И все на этом. А, еще, да, еще мы зашли в один сувенирный магазин. И там мама решила купить себе такую куколку в виде шотландца в национальном шотландском костюме, который называется килд, с волынкой, в шапочке такой. Ну, так, чтобы было что вспомнить о Шотландии. Вот в итоге я привезла вот этот плед из Эдинбурга. А мама себе купила вот эту вот куколку и поставила в своей квартире на полочку, где у нее стоит огромное количество сувениров, привезенных из Англии. Кстати, по поводу этих сувениров, она очень скоро будет вам рассказывать, что и откуда она привезла, потому что, говорит, может быть, это людям будет интересно посмотреть, какую посуду она покупала там в чарите-магазинах, что привозила из путешествий. Она, как вы уже заметили, очень много с нами путешествовала, и с братом, и со мной. То есть приезжала к нам достаточно часто. И вот по поводу Шотландии, если кого-то интересует конкретно Шотландия, мы ездили еще в пять шотландских городов. В 2013 году мы с братом и с мамой на машине ездили в Глазго через Йорк. Об этом я тоже буду рассказывать, наверное, в марте где-то. А в 2019 году мы с ней вдвоем ездили в четыре других восточных города Шотландии. Это Пёрц, Данди, Тамфёрлин и Стирлинг. Если вас интересуют рассказы об этих городах, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Скоро, очень скоро я буду и о них рассказывать. А кроме того, я уже рассказывала про наше с подругой путешествие в город Дамфрис в 2018 году. Кто не помнит, смотрите в этом ролике. Пока это все, что я могу вам рассказать об Инвернессе. Конечно, очень мало мы успели посмотреть за практически полдня. Но потому что зимой в Великобритании темнеет очень рано. И, естественно, по темноте мы уже не стали ходить. Сели в поезд и поехали обратно в Абердин. А там уже и до Эдинбурга добрались. О нем я уже тоже рассказывала. Ищите ролики на моем канале. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч.